Это последние слова Зои Космодемьянской перед казнью. Ее мужество в годы Великой Отечественной войны стало примером для тысяч юношей и девушек. Вдохновило на борьбу с врагом. Сообщения о подвигах партизанки разнеслись по всем фронтам, а после героической победы о них знал уже каждый советский человек. Не в первый раз историю Зои слышат и семиклассники Одинцовской гимназии номер 14. Конечно, важно поддерживать патриотический дух, как детей, так и взрослых, рассказывать о событиях Великой Отечественной войны. Это важно для того, чтобы наше поколение оно помнило о тех героях прошлых лет и на примере их вдохновлялось, ничего не боялось и понималось, что один за всех и все за одного. В свои 18 лет еще в самом начале войны Зоя отправилась бороться с фашизмом, минировала дороги, поджигала дома, в которых размещались немцы. Попала в плен при выполнении задания. Несмотря на пытки и издевательства, не выдала место расположения отряда. Для этого часа памяти сотрудники библиотеки подбирали материал с особым вниманием, чтобы максимально правдиво, но с оглядкой на возраст, рассказать о подвиге Зои. На самом деле, зверства были страшные, которые немцы творили над этой 18-летней девочкой. Мне, когда я готовила материал, мне было на самом деле очень тяжело. Я волновалась, мне сейчас голос дрожит. Мы хотели донести это в такой форме, чтобы это было понятно детям. Такие уроки памяти сотрудники библиотеки проводят регулярно. На них школьники не только знакомятся с судьбами героев Великой Отечественной, но и учатся сопереживать им. А сразу после окончания занятия идут за книгами, чтобы узнать больше о жизни настоящих патриотов. Олеся Лукина, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.